ну что ж всем здравствуйте дорогие друзья я обещал что это зимой еще выберемся обязательно на рыбалку на зимнюю и вот наконец таки появились выходные есть возможность выехать и порыбачить выехал на озеро совершенно незнакомое люди сидят я примерно сел ну метрах в 50-70 от этих людей от рыбаков не знаю ловится не ловится я не спрашивал но вообще здесь клюет карп карп клюет клюет карасик подлещик плотва окунь щучка есть ну то есть как бы клев есть здесь поэтому ловить можно даже нужно просверлил я три лунки пробурил просверлил две здесь были кто-то до меня сидел рыбачил и сейчас получается я буду рыбачить посмотрим купил я такую прикормку смотрите короче уже готовы шарики один шарик 25 рублей ой какой запах у них вот так это не выглядит то есть вообще прям чудесно сейчас в каждую лунку по шарику брошу еще я гороха творил ну не знаю буду ли горохом пользоваться или нет но его я тоже с собой взял так что возможно тоже буду пользоваться сейчас в каждую луночку по шарику наверно ну вот так и прикольно пусть глубины здесь небольшие как мне сказали где-то метра три максимум на этом озере ну посмотрим что будет ловиться сегодня погода где-то минус 7 ветра практически нет он так метров пять в секунду ветер считайте его почти нет по середине хочу попробовать на колебанку половить а здесь уже половлю непосредственно на обычной удочки на поплавочный по бок по краям сейчас глубину замеряем и будем пробовать мало еще глубины не хочет неужели тут вообще такая глубина мелкая да ну не может такого быть очень странно а ну-ка здесь проверим не может такого бы что глубина такая мелкая нормальная кто там чё-то может лед мешает вот а тут понятно блины до тьма с вычистим так ну ладно тогда пока посерединке сейчас закинем на поплавочек посмотрим поплавочек тонуть нормально не хочет гад такой мормышку вроде подбирал и подбирал и все равно непонятно но еще одна не достает видите я забыл сказать что глубина на весь шнек от бура это именно льда короче очень большая глубина мотылек покажу какой красавец сейчас нацепим забросим посмотрим что ж такое со штанов сваливается гад такой скользит я еще с собой взял сало с чесноком попробовать на сало с чесноком половить тоже посмотреть будет ли какой-нибудь эффект или не будет вот такой пучок сделаем не сильно большой вообще что-то не хочет тонуть и все что-то мешает не могу никак понять уже все вычистил окно еще мне есть вот такая вот балалайка так она выглядит маленькая тут мормышечка попробуй сейчас на нее тоже нацеплю попробую половить все мотыля заменили было несколько поклевок на колебалку сейчас попробуем будет что-нибудь или нет на пополок в лунке на тот пока вообще тихо но я до дна уже его закинул посмотрим сейчас на на безмотылку на колебалку на безмотылку ну было тихо по крайней мере сначала потом вроде было пару поклевок не знаю как сейчас будет еще у меня с собой горох поэтому можно еще и горохом прикормить на всякий случай третью я так и не размотал в третью лунку не знаю что-то у меня не проваливается до мормышка поклевочки поклевочки на левую на пополочек были поклевки какие-то неуверенные ничего нет но мотыль на месте поклевки есть это уже хороший знак значит рыба есть значит она подошла это уже хорошо очень хорошо на пополок что-то один раз клюнуло и все и и конец что как-то не очень знаете сейчас чуть на пополок возьмем поклевка была такая прям хорошая ну ладно ничего никого и ничего мотыль есть нужно парочку подцепить еще ладно не буду так закинем не но это хорошо поклевки это уже хорошо отлично возможно загадывать конечно нельзя ну надо верить что будет все хорошо что-то получится достойное взять ну или рассчитывать будем что-то более достойное пока подождем мормышки надо побольше потяжелее течет они очень легкие сильно поплавки не тонут значит она без мутылку хочет клевать чему-то слабо 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 еле-еле но на левую на поплавочек клюет такие прям неуверенные но поклевки были что-то что-то пытается как-то очень неуверенно прям вообще мне кажется что одна рыба и она какая-нибудь вот такая вот и она ходит от одной лунки в другой чуть-чуть здесь поклюет поклюет чуть-чуть тут поклюет и все никакой такой достойной покровки нет поклевка была вообще бомбическая и все равно никому издевается надо мной рыба издевается поплавки надо меньше поставить видно что этот не хватает либо мормышку больше либо но больше мормышку общего смысла не вижу надо поплавки поменьше полегче даже без мутылку даже что потому что может никого нет не есть вялый клюв вялый вообще такой неуверенный снег пошел слышно как по палатке шуршит перезаряд осуществлен блин в палатке кстати тепло и комфортно вообще хорошо эту палатку себе заказал свал берез небольшая палатка трехместные если кто-то думает заказывать не заказывать вот можете заказывать смело очень достойная палатка для одного человека вообще-то даже в принципе вдвоем можно поместиться недорогой вариант за 2000 и хорошо можно там половить блин ну гляньте мормышку вроде бы хорошие еще не так-то ну нифига заменим полностью макия вот сегодня солнышко не хватает узнать вот когда на работе солнышко светит такие дни вот прям идеальные есть для рыбалки вот ты прям идешь на работу и думаешь вот сейчас бы просто вот на рыбалку вот в этот день вот просто хочется и все вот ты чувствуешь что погода но но она просто идеальная есть такое вот когда вот прям ты чувствуешь что сегодня вот тот день но такие дни обычно работаешь они на рыбалке так всегда на рыбалку попадаешь либо ветер либо дождь либо вообще там погода непонятно непонятно что с ней с погодой и как она себя ведет надо наверно все равно гороха подкинуть может еще прикормить горох зря что убрал почему-то в третью лунку никак не этот горох с манкой посмотрим подлещиков привлечет ну или кого-нибудь но в третью лунку непонятно что за фигня вообще непонятно почему там туда насадка не проваливается попробую еще буром просверлить и ну что ж одна попалась такая вот небольшая это с ладошку клев есть время от времени но не очень хороший которую бы хотелось бы закинул вот здесь блесенку на окуня маленькую пока тоже безрезультатно окуня тоже ловил вот таких две штучки вытащил но это не окунь это так это смех смотрите друзья вот такая вот рыбка ловится но это прям смех тоже такая третья чтобы хотя бы понимали какой сейчас клев на горох вот такая вот штука подошла вообще пучок такой прям добротный мотыля сначала заклевала на крайнюю левую потом заклевала здесь но что-то как-то так быстро раз 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 и все затихло вот смотрите что получилось сейчас вам покажу вот такая вот ерунда получилось вот так и вот грыз обкусил ну короче зато он теперь тонет нормально все не надо мормышку не сейчас на сало попробуем насадить поэкспериментируем сало с чесноком наверно сразу подцепим тоже кстати на тома мыши мормышки бусинка типа как без мотылка но все равно цепляя о сразу запах пошел первый раз ловлю на такую насадку ни разу не ловил попробуем чем не все представляет может это все ерунда может и нет главное что теперь поплавок нормально работает хоть тонет на то что то вообще было грустненько ну чтож начался сильный ветер прям вообще сильный а что то вот ребро палатки нам прям заламывается на меня вот видите это еще фигня но прям ко мне голове заламывается но это ладно начался клев сейчас только что-то прийтих немножко вот смотрите ленте как заламывается все жестко ну ладно я поймал вторую второго подлещечка тоже небольшого чуть поменьше чем первыми тоже с ладошку первую чуть больше это чуть меньше клев как бы есть я вот надеюсь что вот ветер поднялся немного давление поменялось сейчас что-то изменится ну то есть рыба будет крупней ловиться хотя бы с ладошку подлещик они вот эта вся мелочевка у меня оставалось еще три шарика прикормки я прикормил шариками с мотылем не знаю хорошо это будет или плохо но пока все плохо поклевки есть они не прекращались но подсекаешь никого подсекаешь никого то есть нами там вообще мелочевка с палец и все ветер еще сильнее стал вообще дует и дует я зажег свечечку стало потеплей пошел края палатки обсыпал снегом посильней чтобы меньше подувало ну короче вообще сейчас пока вроде нормально но только единственно с клевом пока проблемы я планирую до трех рыбачить посмотрим еще где-то осталось два с половиной часа может еще полчаса и как-то вот расклюется на прикормку может кто-то подойдет вообще ужасно на меня даже и не слышно из-за этого надеюсь еще не все потеряно а так в садке пакетном садке только три рыбки если вам показать не могу нормально ну и чтоб хотя бы поймать штучки две уже сковородка будет уже как говорится скоро домой и тут начинается клев поймал еще одну три сорвались ну то есть клев есть и такая то есть чуть больше ладошки на рыбка подлещик вообще хорошо но было вот наверно часа полтора вообще вот глухо как вот в колодце ловишь не знаю либо прикормка сработала либо что без понятия но еще срывалась чувствую что крупная сорвалась прям раз и почувствовал что крупненькая была но с ладошку точно так что не знаю получится еще поймать или не получится но клев есть думаю видно там прыгает что-то есть но это мелочь это мелочь это там с палец сидит вот она даже он срывается это мелочевка до этого прям клевала конкретная рыба нам нормальная ничего я думаю еще хотя бы одну мы возьмем надеюсь по крайней мере все же думаю прикормка работает на прикормку подошло подошли ну и как бы так периодично как бы клев нет такого что этот вот сначала затишье какой-то потом раз там поклевала причем на все три потом опять раз затишье опять здесь возможно съели мотыля проверить то нет есть что-то сейчас подцепим и не непонятно вот что ей надо либо давление либо она ходит где-то и вот подходит как ну стайка там какая-то небольшая кто-то там клюнул кто-то нет то есть непонятно а может она стоит 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 какой-то перепаде к тому же давление на рыбка сдвинулась непонятно с чем это связано знаю точно что клюв есть пока что ну и ветер тоже есть поэтому тут как бы чем сильнее ветер тем лучше клев я вот заметил и вот кстати не только вот здесь на этом озере вот летом тоже ловил тоже замечал дождь плохая погода ветер там донку нормально не кинешь но клев идет как только солнечная погодка шепчет вообще хоть бы расклюнул рыба так интересно ловится обновили мотыля посмотрим и я кстати вот получается по каждой крупной рыбе с каждой лунки поймал то есть тоже прикольно здесь 2 здесь 2 и тут 2 прикольно получилось вот кстати за свечку как я говорил что свечку зажег уже достаточно длительное время она горит и вот она вот как маленькая сама по размеру поэтому если вот у кого такие свечки продаются ароматические ну недорого светофоре по моему не знаю за 50 рублей что ли купил вот можете купить вот одна горит длительное достаточно время насчет тепла от свечки ну наверное можно сказать что потеплее стало особенно когда я края палатки еще дополнительно обкидала и плюс еще свечку зажег то прям ну чувствуется что теплее стало палатки так что кто бы там что не говорил это у меня свечка просто горит то есть у меня она не греет не банку ничего то есть типа как вот отопителя какого-нибудь дополнительного нет такого если еще банку поставить консервную который будет греть будет еще теплее о солнышко выдвинула не видно наверно там так засветилась засветилась знаете что жалко то что вот я не получилось ему заснять как и вываживал именно потому что всегда какая-то резкая поклевка и все и как бы не успеваешь включить камеру и как бы этот ну я по крайней мере не успеваю поэтому ссоре то что сам этот способ вываживания не могу показать но сейчас плевало но вот тут ай мелочь мелочи 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 а подняло хорошо то так думал сейчас ладошку хотя бы возьмем вроде ничего так покровочка была блин а все остальные чуть молчат да неплохо что сегодня выбрался улов не сказать что супер но он есть так что нормально ветер интересно вот это все-таки как по прогнозу то что 7 метров сегодня до 7 с половиной метров сегодня ветер или все же меньше как бы конечно хотелось бы немножко поменьше ветер потому что хотя с другой стороны был бы у меня все поклевки и все как бы зачетные экземпляры рыбы были когда был именно ветер если пол не было бы вообще поймал бы что-нибудь были тоже вопрос такой риторический опять прозевался с такая поклевка была классная наша дочка дернулась я прозевал так ну ладно буду собираться потихоньку потому что уже без 20 и выходить покажу сейчас сколько места в палатке вот смотрите я вот сижу и вот тут еще куча места вообще вообще дофига вдвоем можно сидеть смело по две лунки сделать сесть и сидеть место хватит даже на двоих на троих нет на двоих хватит так и сейчас я хочу показать улов не сказать что много или что он там огромный вот такой вот улов рукой сравнили вот такая вот рыбка вот это вот самая такая вот большая подлещик с ладошку ну чуть больше ну в принципе они все какие-то чуть больше чуть меньше получается раз два три четыре пять шесть штук и вот это одна я она мне задал баллы клевал я забрал с собой решил взять такой улов считаю в принципе достойный и я на этом озере впервые я здесь ни разу не ловил это вот и первый раз приехал на незнакомое место но я правда схитрил я сел на лунки на которых уже ну кто-то сидел до меня были две лунки третью я сделал и как бы может из-за этого еще тоже потому что ну как бы все равно я место не знаю где ловить где тут бровка где не бровка может это тоже как бы свою роль сыграла но считаю что рыбалка в принципе удачная не всегда на рыбалке ты оказываешься с уловом а здесь рыбалка сегодня была точно не скучная потому что клев был не сказать что ты сидишь и у тебя все мертво нет клев был и действительно клевала конечно мелочи много я вот который вот в пакете валяется от спали все такая я таких ну наверное десятка два точно выпустил может даже больше поэтому скучно не было так что выбирайтесь выходите на рыбалку отдыхайте ловите только аккуратно если тонкий лед его теперь потому что это страшно можно утонуть а так всем спасибо и всем удачи